В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого понедельника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Рейд по неблагополучным семьям. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проверили их готовность к началу учебного года. Грядут перемены. Вскоре правила проезда кругового перекрестка могут быть изменены. 1 сентября не за горами. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Золотая ладья. Праздник, на котором смешались две культуры, прошел в Касимове. Детство дает старт для развития человека в будущем. Каким оно будет, зачастую зависит не столько от детей, сколько от родителей. В Рязани прошел рейд по неблагополучным семьям и подросткам, которые стоят на профилактическом учете. Подробности у Анны Герцовской. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних хорошо знакомы с семьями и подростками, которым они помогают. В преддверии нового учебного года в рамках акции «Дорога в школу» они проводят плановые и внеплановые рейды. Чтобы посмотреть, готовы ли дети в школу, есть ли у них учебники, есть ли у них сезонная одежда. В случае, если есть какие-то проблемы, помочь. Может быть, какие-то справки в школу оформить, может быть, вещевую помощь оказать. Ну, какую скажут, такую постараемся помочь. Поэтому навещаем семьи. И сейчас главный вопрос, который стоит, чтобы дети были направлены в школу. В колледже кто идет в школу. Комиссия по делам несовершеннолетних тесно сотрудничает со службой социальной защиты. Поэтому в рейдах могут быть выявлены нюансы, в которых можно будет помочь семьям, если есть нуждающиеся. Речь не идет об ужесточении мер в отношении таких семей. Поэтому в диалоге с матерью-одиночкой, воспитывающей троих детей, которая пожелала остаться за кадром, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних задают ей разнообразные вопросы. Сезонная одежда, курточки, все есть. Все есть. Две новых куртки и плащ. Очень хорошо. Ей по наследству, но ей там тоже перепадает хорошо. Так, а Света пойдет на следующий год? Да, но сейчас она подготовительный пойдет и плюс у нас этот. Мы в дворец пионеров на четыре секции. Питание у мальчика, у маленького есть? Да, каша, пюрешки, смеси, все у нас есть. Все, у Светы тоже все нормально. И для взрослых есть. На вопросы же о планах на будущее отвечают как неблагополучные семьи, которые со временем могут исправиться и выбраться из своего статуса, так и подростки, находящиеся в социально опасном положении. Диане сейчас 16 лет и в скором времени, возможно, ее снимут с учета. Недавно девушка, живущая вдвоем с бабушкой, своими руками сделала в квартире ремонт и сейчас уже поступила в техникум. Я бы хотела закончить техникум, отучиться на фотографах, закончить курсы и работать по специальности фотографа. Творческие порывы и стремление помогать своей бабушке – все это также подтверждает, что Диана исправляется. Слушается как, ничего таких нет проблем. Господи, дай бог, чтобы и дальше так было. Я не хочу говорить, боюсь, у вас. Как неблагополучные семьи, так и подростки, находящиеся на учете, с пониманием относятся к подобным рейдам. Ведь специалисты комиссии по делам несовершеннолетних совершают большое дело. Они нацелены на сохранение жизни и здоровья детей, на обеспечение их безопасности. Мы приезжаем, и если мы видим такую ситуацию, например, родители в сильном алкогольном опьянении, нет продуктов питания для детей, антисанитарные условия в квартире, то нам приходится таких деток помещать в специальные учреждения. А если совсем маленькие детки, то это либо дом ребенка, либо больница. А побольше детки у нас есть в специализированный детский центр на Халтурино. В такие периоды родители могут задуматься, пока дети находятся под присмотром. И для многих это становится хорошей встряской и стимулом. После того, как люди становятся на пути справления, обретают трезвость, работу, покупают еду, их детки, конечно, оказываются рядом. Так что даже если граждане оступаются, государство помогает им встать на ноги. Сотрудники Управления по контролю за опоротом наркотиков УМВД России и Паризанской области пресекли деятельность двух молодых рязанцев, которые организовали в нашем городе сеть по распространению синтетических наркотиков. Подробности далее. В ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет сотрудники Управления наркоконтроля России и Паризанской области выявили активность, характерную для организации сбыта наркотиков с помощью тайников-закладок. Раскрыв интернет-инкогнито злоумышленников, оперативники выяснили, что к распространению наркотиков причастен 20-летний рязанец и его 19-летняя знакомая. Оперативники УНК УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани разработали и реализовали операцию по задержанию злоумышленников. Молодого человека задержали после того, как он забрал из тайника партию наркотиков, предназначенную для дальнейшего распространения. При досмотре автомобиля, на котором передвигался задержанный рязанец, полицейские обнаружили более 100 пакетиков с различными веществами. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно перевозил около 350 граммов различных наркотических средств как растительного, так и синтетического происхождения. Молодые люди признались и раскаялись в содеянном. Вообще это очень морально тяжело на самом деле с таким вещами заниматься и никому не советую. То есть изначально думают, что это легкие деньги, но доходит того, что просто вы думаете, сейчас вот еще чуть-чуть я подниму денег и все будет нормально. И в итоге заканчиваются тем, что вас все равно ловит. Так что никогда не занимайтесь такими вещами. Если вы даже впутываетесь, то надо быстро выпутываться. И никогда, если это где-то около рядом, никогда с этим не связывайтесь. И с людьми с такими не общайтесь. Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи распространения наркотиков, а в отношении пойманных злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Не так сложно научиться управлять автомобилем. Гораздо сложнее выучить огромное количество правил дорожного движения и уметь читать дорожные знаки. Традиционно определенные сложности, а иногда и приступы паники у недавно севших за руль вызывают круговое движение. Однако появилась информация, что именно правила проезда круговых перекрестков вскоре изменятся. Поможет ли это начинающим водителям, узнал Валерий Седов. Еще разок подучить ПДД и внимательно смотреть на дорожные знаки. Только так получится без проблем преодолеть круговой перекресток. Как еще быть, если проезд по нему отличается не только в разных регионах России, но и в пределах одного города. Например, в Рязани на улице Свобода преимущество имеет автомобиль, который въезжает на круг. А перекресток перед платной дорогой действует по совсем другим правилам. И хоть в ПДД все четко прописано, не запутаться тут сложно. Согласно правилам дорожного движения, в случае, если перед перекрестком с круговым движением установлен знак «Круговое движение», в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено», водитель транспортного средства, находящегося на перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой перекресток транспортными средствами. При отсутствии знаков приоритета водители пользуются правилами проезда перекрестка равнозначных дорог. На перекрестке равнозначных дорог водитель без рельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Такие правила дорожного движения были введены еще в далеком 2010 году. Тогда все поменялось с точностью до наоборот. Приоритет был у тех, кто въезжает на круговой перекресток. Правда, для нашего региона это нововведение не сильно изменило правила проезда. Согласно новым планируемым поправкам в ПДД, на таких участках дороги те, кто движется по кругу, должны получить приоритет. Такое решение объясняется тем, что это увеличит пропускную способность и сделает дорожное движение безопаснее, без лишних бюджетных затрат и внесения серьезных изменений в законы. Водители на такие возможные нововведения реагируют по-разному. Наверное, да. На загруженных кругах. Здесь разницы никакой. По идее, то, что у нас это не везде так. Не знаю, не только, наверное, в нашем регионе, но это, по-моему, решение местных властей. Потому что везде, где я был, там главное движение по кругу. То есть, кто на круге, он спокойно съезжает, а кто заезжает, он уступает дороге. В принципе, мне кажется, что меньше получится заторов, когда движение главное по кругу. Проект поправок в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. О сроках их введения пока не сообщается. Подготовкой к новому учебному году в эти дни заняты не только педагоги, но и школьники, а вернее их родители. Сколько же стоит собрать ребенка в школу? Ответ на этот волнующий многих вопрос искала моя коллега Алена Куколева. Собрать ребенка в школу сейчас – это задача номер один для многих родителей. Основное внимание уделяется форменной одежде. Ее вновь ввели в образовательных учреждениях. Школьная форма – это не только дань традициям, но и веяние современной моды. Тем более, что даже с единой формой выглядеть можно всегда нарядно. Побольше бантиков, кружева. Здесь вообще столько много выборов. Все так красиво. Я бы все купила. По словам модельеров, школьная форма не должна быть скучной, но обязательно деловой. Ну вот, подбираем блузочки. Красивые такие смотрим. Нам нравится с рюшечками. Такой романтический стиль. Можно все, можно строгие блузки посмотреть тоже. Все очень, выбор очень большой. Глаза распекаются. С мальчиками гораздо проще. Там, в принципе, нужно, что необходимо – это брючки, рубашка. Ну, соответственно, сверху пиджак или какой-то кардиган. С девочками сложнее? С девочками сложнее. Девочку хочется одеть и юбочку, и сарафанчик, и рубашечку какую-нибудь, булочку понаряднее. Ну, соответственно, атрибутика. То есть, какие-то аксессуары, ободки, зонтики. В продаже широкий ассортимент. Торговля сейчас предлагает готовые наборы для первоклассников. Но дешевле собрать самим. С особой внимательностью стоит подойти к выбору обуви. Она должна быть не только красивой, но и практичной. На прилавках магазинов множество вариантов. Цены на детскую обувь почти такие же, как и на взрослую. В среднем порядка 2-3 тысяч рублей. Большинство родителей предпочитает для своего ребенка кожаную обувь, натуральную кожу. То есть, соответственно, она стоит подороже. 2-6, около 2,5 тысяч. Некоторые родители предпочитают подешевле. Она, соответственно, у нас кожзам сверху идет. Внутри она кожаная стелька. Там также есть ступинатор. В районе 700 рублей. 699 рублей. У школьной канцелярии тоже есть своя мода. С популярными героями тетрадь стоит от 15 рублей. Обычная – от 5. Вы рискуете не только переплатить, но и впасть в немилость педагогов. Герои будут отвлекать. Так что можно взять домой яркие тетради, а в школу обычные. По такому же принципу эконом не будет купить простые ручки, карандаши, альбом, картон и цветную бумагу. Разброс цен, конечно, большой. Здесь надо уметь сопоставить цену и качество. На чем не стоит экономить, так это на рюкзаке. Для здоровья взять ортопедические, чтобы хватило хотя бы на пару лет. Качественные, но и стоит учесть пожелания ребенка, чтобы ходить в школу с удовольствием. Рюкзаки у нас разные и мягкие для старших классов и для младших, для начальной школы. Большей частью у нас идут рюкзаки с ортопедическими спинками для начальной школы. Вес у них в основном килограмм. То есть для детей вообще начальной школы очень удобные. По словам продавцов, лучше приобретать ортопедический ранец, который позволит избежать искривления позвоночника, что называется под грузом знаний. Важно, чтобы на школьной сумке были цветоотражающие элементы. Ценовой разбег от 600 рублей до 8 тысяч. В среднем такая покупка обойдется в 4 тысячи рублей. Но при хорошей эксплуатации рюкзак прослужит не один год. Для многих родителей цена при покупке товара – аргумент важный, но не решающий. Главное, чтобы ребенку нравилось учиться. Несмотря на то, что формально лето еще не закончилось, утро нынешнего понедельника, к сожалению, не порадовало рязанцев теплом и солнцем. Более того, в Рязанской области был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил сайт Гидромедцентра России. Угрозу в нашем и в соседних регионах представят ветер, грозы и дождь. Довольно прохладная и дождливая погода сохранится вплоть до 30 августа. Ночью температура будет колебаться от 5 до 10 градусов, а днем не поднимется выше 15. Однако уже к концу недели установится комфортная теплая погода. По прогнозам синоптиков, уже 1 сентября температура поднимется до 19 градусов, ну а дальше будет еще теплее. Так что не стоит сетовать на внезапно начавшуюся осень. Скорее, это довольно прохладное лето вот таким своеобразным образом с нами прощается. 26 августа в Касимове прошел фестиваль «Золотая ладья». Этот праздник подчеркивает всю неповторимую самобытную красоту, а также необычность и индивидуальность небольшого города, в котором смешались две разные культуры. О том, как прошел фестиваль в этом году, расскажут наши касимовские коллеги. Золотая ладья – интересный и самобытный праздник. В этот день на Соборной площади возрождаются атмосфера и дух 19 века. Две культуры – русская и татарская – показывают всю красоту и широту своей души. Причудливые аниматоры, уникальный сценарий и десятки разнообразных торгово-развлекательных площадок перенесли всех собравшихся на пару веков назад. Я четвертый раз участвую в этом мероприятии. Мне очень нравится, нравится то, что это все в стиле 19 века выдержано. И нравится, выступаю на сцене и еще торгую своими изделиями и провожу мастер-классы. Мы в санатории в Касимовских Зорях отдыхаем, и вот привезли сюда нас на экскурсию. Все очень хорошо, старина, все хорошо, нам все нравится. Мы лепим фигурки всякие. А что вы будете с ними потом делать? Ну, можно для коллекции их взять, положить, и можно ими потом смотреть. Зрителям подготовили интересные посадочные места из тюков сена, а не привычных лавочек. Новые, уникальные мастер-классы дали попробовать праздник, что говорится, на ощупь. Медовуха, лапти, вырковские игрушки и даже ювелирные украшения. В торговых точках каждый житель города и турист могли найти что-то по себе. Ну, а на сцене зажигательный ведущий дарил улыбки и позитив, а песни на татарском языке добавляли колорита празднику. Продолжился праздник на площади Ленина, где выступили музыкальные исполнители и группы. Ну, а самые яркие эмоции всем собравшимся подарил фестиваль красок. День города прошел в Касимове впервые за пять лет. Будем надеяться, что его празднование станет такой же доброй традицией, как и зародившийся в 2008 году по инициативе Елены Кири праздник «Золотая ладья». 28 августа в католической и православной церкви отмечают успение Пресвятой Богородицы праздник, который входит в число двунадесятых. В этот день, как гласит Писание, состоялось прощание с Божьей Матерью, после которого она поднялась на небеса к Богу. Как ни странно, это значимое для христианского календаря событие вообще не упоминается в Священном Писании. Известно лишь, что перед самой своей крестной смертью Иисус Христос завещал матери в сыновья апостола Иоанна, своего любимого ученика. И с этого времени ученик сей взял ее к себе, пишет сам апостол в своем Евангелии. Современные богословы отмечают, что документальных свидетельств о дальнейшей судьбе Девы Марии практически нет. Вплоть до V века прямые указания на него в трудах отцов церкви отсутствуют. Между тем, в католической церкви считается, что праздник Успения существовал еще со времен апостолов. Само слово «Успение» переводится со старославянского как «мирная кончина». Еще одно значение – сон. Именно так понимается в христианстве смерть, как переход из жизни земной в жизнь вечную. И на каждом богослужении верующие молятся о христианской кончине живота, безболезненной, непостыдной, мирной. Вот почему этот день считают праздником, без горя и слез. Сегодня во всех храмах торжественная служба, оканчивается Успенский пост, люди возвращаются домой, прославляя Божью Матерь. Успение Божьей Матери. Что же такое Успение? Сам термин Успение, само слово «Успение» славянское. Греческий термин, он означает засыпать, спать, глубокий сон. Это связано с тем, как христиане смотрят на смерть. Смерть – это не окончание всего. Это лишь глубокий сон. Глубокий сон до всеобщего воскресения. В этот день обязательно утром нужно сходить на службу. На Успение Пресвятой Богородицы в храме в центре установлена плащаница с ликом Божьей Матери. Потом ее несут вокруг храма и после этого начинают совершать помазание прихожан. Считается, что в этот день нельзя ничего делать по дому и в огороде. Также запрещается пользоваться ножом и готовить еду, а именно варить ее. Девушки в этот день не должны постригаться и выкидывать свои волосы. Также запрещено одевать неудобную или старую обувь. Приметы и обычаи этого праздника очень интересные. Считалось, что в этот день начинается время заготовок на зиму, а также время свадеб. Невесты должны выбирать с этого дня себе жениха, иначе до следующей весны замужества им не видать. А вот парни выбирают невесту. Также в этот день собирались большие столы. Хозяйки угощали гостей пирогами. Их нужно было не резать, а ломать. Потому что ножом пользоваться, как мы помним, в этот день нельзя. Связано это было с тем, что на Успение Пресвятой Богородицы заканчивали жатву. Некоторые даже брали колосья с собой в церковь и освящали их. Ни одного дня богослужения не обходится без мыльственного обращения к Божьей Матери. Иконы, которых невозможно сосчитать. Эта любовь вызвана в первую очередь тем, что Божья Матерь является особой покровительницей, особой ходатайницей, помощницей каждому человеку. Особенно людям, кто нуждается в особом покречении. Люди обездоленные, люди в особых тяжелых обстоятельствах. Каждый человек может попросить Божью Матерь в заступлении и не останется его молитвой без внимания. На следующий день после праздника Успения Богородицы традиционно отмечается Ореховый Спас, который в народе также называют Третьим Спасом, поскольку ему предшествуют Медовый и Яблочный. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а на сегодня мы прощаемся с вами и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok